В пятницу в Украине стартовала предвыборная кампания Верховную Раду. За два дня до этого парламент провалил рассмотрение законопроекта об изменениях в избирательном законодательстве. Таким образом, сохраняется прежняя система выборов, смешанная. То есть половину парламента мы избираем по партийным спискам, а половину по мажоритарке. То есть голосуем за каждого конкретного кандидата. 77% граждан убеждены, что выборы в Раду должны проходить по уже проверенной системе, когда народных избранников будут знать в лицо. Киевский институт реформы развития, а также социологическая служба «Аргумент» провели исследование в крупнейших городах Украины. Стартовало оно в Одессе, поскольку именно у нас работают депутаты-мажоритарщики с достаточно высоким уровнем поддержки избирателей. Подтвердилась самая высокая степень доверия у народного депутата Сергея Кивалова – 72%. Дмитрий Голубов, Геннадий Чикита и Эдуард Матвейчук – представители остальных округов, расположенных в Одессе, сильно отстают от лидера электоральных симпатий. Первое, что нас интересовало – это отношение граждан к мажоритарной системе. И результаты получились достаточно однозначными. 76,5% горожан убеждены в том, что выборы в Верховную Раду должны проходить именно по мажоритарной избирательной системе. 19% опрошенных считают, что можно было бы сохранить действующую смешанную систему, когда 50% избираются по партийным спискам, 50% по мажоритарным. И только 4,5% участников опроса отдают предпочтение исключительно партийным спискам. Также из опроса следует, что знают депутаты Верховной Рады от своего района 65,7%, а не знают 34,3%. На вопрос о фамилии депутата самый высокий уровень узнаваемости оказался у Сергея Кивалова. 67% за ним следует Дмитрий Голубов, 17,9%, далее Геннадий Чикита 11%, и Эдуард Матвичук 4,1%. На вопрос в исследовании. Если бы выборы депутата от вашего района состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого бы вы проголосовали? Ответ был однозначным. В Приморском районе уверенно лидирует Сергей Кивалов. У него 72% поддержки. Взгляните на эти данные. Его отрыв в рейтинге колоссальный. В разрезе персоналей исследование тоже совпало с данными нашего Южноукраинского центра этнических политических исследований, которое было 27 декабря завершено и презентовано прошлого года, что наиболее вероятный победитель в Приморском округе однозначно Сергей Кивалов. И, кстати, он лидирует еще в двух округах. Это Малиновский и Киевский. Это наиболее объективная получается картина. Она, конечно, в пользу тех, кто является лидерами на своих округах. В первую очередь Сергей Кивалов, которым я еще раз убедился, что после этого исследования нет достойного соперника по его округу, как минимум, а возможно и по городу Одесса в разрезе выборов верху народа Украины. Теперь коротко покажем предвыборную тенденцию и в других районах Одессы. Сергей Кивалов является лидером симпатии и в других районах города, не только в Приморском. В Малиновском районе он занял бы первое место с результатом не менее 46%. Ему существенно уступает другой нардеп Геннадий Чикита. В Киевском районе у Кивалова рейтинг и того выше. 55% степень доверия населения к парламентарию среди жителей Таирова и окрестностей. Второе место у представителя солидарности Алексея Гончаренко. Исключение составляет разве что Суворовский район города. Поселок Котовского традиционно поддерживает Дмитрия Голубова, у которого в его подшефном округе 37,5%. Но и здесь Сергей Кивалов пользуется огромным доверием. Отрыв от лидера у него незначительный, всего около полутора процентов. Опрошенные одесситы считают, что только мажоритарная избирательная система гарантирует честность и прозрачность, чтобы их интересы представлял конкретный человек и конкретный депутат. Только при такой системе избиратель может ознакомиться с биографией народного избранника. Эффективность в современных реалиях мажоритарной избирательной системы подтверждается многочисленными, в том числе зарубежными социально-психологическими исследованиями. Так, персонафицированное представительство местных интересов в высшем законодательном органе страны формирует у граждан чувство социальной и психологической безопасности, комфортности, ощущение большей причастности к власти, прямое или опосредованное присоединение, такое психологическое присоединение к происходящим процессам в стране. Также отмечается возможность реальной и непосредственной коммуникации при взаимодействии избирателей со своим депутатом. Можете достаточно специфичную региональную палитру в Украине, загострение региональных противореч, и в условиях однопалатного парламенту, мажоритарная система выполняет функцию регионального представительства, представительства региональных элит, которые, в конце концов, стаются элитой национального масштаба. Такими представителями, в этом случае, мы можем назвать прикосы 34-го виборчого управления, Приморский район, Сергей Васильевич Кивалов, который уже поспешись с Кылькань Барковной Рады представляет именно этот выборчий округ, но одновременно он представляет целый регион. Самым ярким примером эффективной работы на мажоритарном округе является народный депутат Сергей Кивалов. Он развивает многочисленные социальные проекты, инфраструктуру, отстаивает интересы горожан. Бессменный представитель Приморского района Одессы в парламенте получает безоговорочную поддержку избирателей на протяжении многих лет. Сегодня невозможно назвать сферу жизни нашего общества, в которой парламентарий не проявил бы себя как защитник интересов жителей региона. Продолжение следует... Продолжение следует...